25 сентября поклонники Марии Мордасовой собрались с удома, в котором она проживала последние 40 лет, чтобы возложить цветы и почтить память великой русской певицы, которой нет с нами уже 22 года. Из Воронежского музея квартиры Мордасовой репортаж Галины Жуковой. Любовь, цветочки, сыны и дочки, родня с друзьями, весна с дождями. Самобытная исполнительница, собирательница и автор многих песен, частушек и припевок Мария Мордасова родилась в прошлом веке 14 февраля 1915 года в селе Черняное Тамбовской области в многодетной крестьянской семье. Петь юная Маруся начала еще в школьном хоре. В 23 года она впервые приняла участие в смотре художественной самодеятельности, а уже спустя 5 лет в 43-м стала солисткой Воронежского русского народного хора, где в полной мере раскрылось ее дарование. Сегодня продолжателем традиции народного песенного творчества по праву является хранительница наследия Мария Мордасова Екатерина Молодцова. Свою любовь к русской песне народная артистка России передает своим ученикам. Просто сейчас этого нет абсолютно. Даже вот мои сверстники, они не слушают такую музыку и считают, что это не модно, что это не круто. На самом деле это очень здорово, когда ты знаешь поколение, то, что было до тебя, на чем росли твои бабушки, деды. Это же так интересно. 46-летний Александр Бобов поклонник Мордасовой с тех пор, как в малом возрасте однажды услышал ее голос на одной из родительских пластинок. Бездетная Мария Мордасова, которая прожила в счастливом браке с баянистом Иваном Руденко, 53 года, относилась к юному музыканту из Каширского района со всей нерастраченной материнской любовью. А началось все с того, что еще мальчишку он раздобыл заведный адрес Марии Николаевны через 100 справок. Я подхожу туда, извиняюсь, там женщина уже такого преклонного возраста, говорю, так и так, мне вот адресок Марии Николаевны Мордасовой. Сейчас попробуем, отдаю 15 копеек, получаю эту заветную эквитанцию, до сих пор она у меня хранится. Вы представляете, с 1984 года она у меня хранится. Екатерина Молодцова говорит, что нынешняя молодежь, выросшая на попсе, вряд ли вспомнит имена любимых исполнителей русской песни, когда-то гремевших на весь Советский Союз. Многие уже не знают, кто такая Зыкина, кто такая Стрельченко, кто такая Воронец, и даже Мария Николаевна не знают. А вот такие вот встречи, вот такие общие песнопения, они дают, как бы, знаете, умение, знание, и как эта традиция называется. Пробиться юным талантом из народа бывает непросто, когда повсюду звучит музыка каменных джунглей. Кто сейчас у нас пропаганда? Это телевидение. Вот спасибо 41-му каналу. Я просто, знаете, низко кланяюсь перед руководителем вашего канала. Да и вы вот всегда-всегда приходите. Вот Зверев, он всегда просто молодец, он всегда откликается. Я не помню ни одного здесь встречи и проведения Дня памяти, чтобы 41-й канал не принимал участие. Я просто благодарна. Эти мероприятия, конечно же, очень важны, потому что вы несете память о русских традициях, о русской культуре, которая действительно отображается вот именно в творчестве. Замечательные артистки Марии Николаевне Мордасовой. Я за коленушку ломала, кучочки вязала. Я в одной, в той, 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 в той кучочки вязала. Галина Жукова, Сергей Пеляев, 41-й канал.